Диаграммные техники тоже чрезвычайно просты. Значит, n-ный порядок по-позавски отвечает n-ному числу крестов. Прямой линии просто сопоставляем g0, ну, соответствующими индексами, безо всякой минимумы единицами. Престу сопоставляем g1, g2, ну, там какой-то соответствующий номер 12 и номер 1. Ну, можно, конечно, бы вот к весу, скажем, вот так, чтобы не путали с весом, можно так его еще кружочком окружить, ну, это просто так, как удобнее. Так, ну и наконец, по всем координатам, где интегрирование, интегрирование по всем внутренним точкам, и суммирование, 5, 1, по всем внутренним точкам, интегрирование, 4, 1, и суммирование, 3, 2, 1, но, теперь стоит вопрос, а как выглядит это дело в импульсном пространстве. И вот в импульсном пространстве тут есть некая особенность. Дело в том, что когда мы рассматривали прошлый пример бесконечную однородную систему, и там у нас когда-то возникала какая-то там, допустим, функция, там, ну, допустим, взаимодействие с 1, 2, то фактически переменной является разность, не две координаты породные, а разность, одна координат. И поэтому, вот, соответственно, потенциал там раскладываешь, ну, как бы, один разный ряд, четырехмерный, в основном деле, поскольку переменная, четырехмерная, там, четырехмерная реакция, но раскладываешь в ряд, по-моему, с этой зойкой разъянной. Вот. А в нашем случае, поскольку система неоднородна, ну, допустим, вот какой-нибудь есть дефект системы, значит, выбрать точки Х1, скажем так, здесь и здесь Х2, или точки, значит, где-то вот здесь Х1 и Х2 будут совершенно разные системы. То есть, если у нас встречается переменная, зависящая от двух четырехмерных координатов, скажем, Ж1 и Х2, то ее нельзя разложить в ряд по разности этих переменных, а надо раскладывать в ряд по каждой из этих независимых переменных отдельности. Ну, так сказать, условно, вы возьмите двойное ряд по Е, на самом деле тут. Будет восемь элементов. Вот. Вот. Что приходится делать. Ввиду отсутствие трансляционной инвариантности и в пространстве, и во времени. Третий раз, когда обратный фурии образ, вот и шумцы Грина, так, здесь я, чтобы это не было. Обратный фурии образ выражается, так, через функцию Грина, в этом образе, но, как вы все сразу не сомневались. Так, так, здесь. Продолжение следует. Должение следует. Понимаешь. Вот свою область. Потенциальная энергия у нас зависит от четырехмерной координаты Х, поэтому она раскладывается следующим образом. Ну и обратное значение. Прямое и обратное преобразование. Для потенциала взаимодействия. Ну и если подвергнуть такому преобразованию последовательно двоится ряды нашей разрушений, то поправка первого порядка, поправка первого порядка, которая содержит в координатном пространстве один крест. то поправка первого порядка, которая содержит в координатном пространстве один крест. в координатном пространстве один крест. В общем, надо все проинтегрироваться. А так я сначала заинтегрироваться. В общем, Подставляем сюда явный вид записи Каждый элемент в записи возлагает порядку E Ну и результат выглядит так Будет такой пример по образованию Дельта альфа гамма 1 Дельта гамма 2 бета Это вот от этих функций гамина Потому что спеновый индекс мои диагональны Так g0p b m на 1 гамма 2p минус p' g0p Так По повторяющимся индексам суммирования Выполним в явном виде суммирования За счетом этих ключей будет g0p Дельта гамма 2p То есть Вот эта поправка, которую я рисовал Дельта гамма 2p В галеринационном пространстве Выпущенные пространства Будут выглядеть так Функция галерина зависит Интересно Дельта гамма 2p Это логичным образом По второму порядке По повторям 2p По повторям 2p по поводу будет вылипоживаться поправку второго порядка если такой же способный делос, как это будет и на быстрый контракт решение днем P вот просто второго порядка когда два креста изображает поправку в импульсном раз по разному так, значит, функция грин зависит от P крест P альфа-гамма P минус P1 выходит функция гринна P1 ну и легко формулируется правило 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 записи поправки любого порядка в импульсном разностранстве при взаимодействии в поле значит, левому концу сопоставляется G0P левый конец на выходе на выходе стоит на плавом конце G0P на выходе на выходе так значит, на входе левому концу сопоставляется G0P а на выходе G0P на выходе внутренним импульсом линиям выписываются какие-то импульсы внутренним линиям выписываются какие-то импульсы ну, здесь вот скажем P1 потом P2 в следующем порядке и тогда кресту сопоставляется фурье компонента потенциала в которой конца ЛЕ компонента зависит от разности импульсов входящих и выходящих P на выходе на другой стороне ну, и наконец в столетии по всем impulsам внутренних линий подходится четверхмерное интегрирование А спина выделяется только расставляется так, чтобы последовательно покрыть его суверенность. Во всем приключения внутренних линии выводится четырехмерная перерыв. Ну и напишите последний пример. Подпункт 6.3. Диаграмная техника в случае электронно-фанонного взаимодействия. Давайте осматривать взаимодействие электрона только с продольными фанонами. С продольным звуком, с пустическими фанонами. И вот гамильтониансное взаимодействие электронов с такими подольными фанонами в металле. Он описывается так называемым гамильтонианом Флёрлика. И он имеет следующий вид. Я уже его писал. Значит, Швёрдинг и Роскомпредставлений. Два оператора, описывающие электронное поле. Орождение и уничтожение электронов. И фанонное поле. Фиотер. Вот это значит оператор автономного поля. Автономного поля. Ну, это какая-то константа, которая характеризует взаимодействие силу. Если считать, что Ж, пусть немного меньше единицы, то можно строить ряд теорий возмущения. Вот бабушки Ж. А какая это степень? Ж следующие. Вот этот гамильтониан у нас записан в представлении Шолёва Диньера. Теперь надо записать его в представлении взаимодействия. Значит, надо взять коллеги, как стоян в представлении взаимодействия. Есть Е и АНОЛЬДИМ, умножить АНОЛЬДИМ и АНОЛЬДИМ. Сажать подкладку. Переход от любого оператора Шрёдингеровского представления к взаимодействию взаимодействия. Для этого нажимаем в обкладках с нулевыми гамильтонианами. Но! Теперь у нас система двух частиц. Не просто так, как система одной частиц электрода. Значит, АНОЛЬДИМ состоит из энергии гамильтониана невзаимодействующих литонов, которые описывают распространение звука. Тогда, когда мы начинаем переводить вот этот гамильтониан в представление взаимодействия, мы должны сделать следующую гамильтониан. Гамильтониан. Значит, мы должны вот этих гамильтониан. Гамильтониан. И Гамильтониан. Ну, я, значит, обращу ваше внимание, что электронный и гамильтониан свободных электронных, гамильтониан свободных лановых, они между собой коммутируют. Потому что, скажем, это описывается ферменскими операторами, это боссовскими операторами. Разное пространство. Они между собой перестановочно коммутируют. Раз. Во-вторых, ясно, что электронный гамильтониан коммутирует с операторами фононного поля. В свою очередь, фононный гамильтониан коммутирует с операторами электронного поля. Поэтому мы вот этот фононный, скажем, гамильтониан, перекоммутируя, протаскивая вот сюда. А дальше нельзя, потому что гамильтониан фононного, гамильтониан, невзаимодействующий фонон с гамильтонианом фононного поля уже не коммутирует. А вот это, значит, электронную часть, понятно, мы можем протащить вот сюда, через основную гамильтониан. Потому что они тоже коммутируют. Тогда у нас получится же в конце концов. Продолжение следует... То есть я протащил, сгруппировал электрозные части и сгруппировал пановные части нашего выражения, ну, соблюдая правила, что с чем коммукируют и что с чем коммукируют. Но вот это в результате нам даст представление взаимодействия для вот этих операторов, а это даст представление взаимодействия для пановного оператора. Значит, получим сюжет. ЗЭЛАГИЛ ЗЭЛАГИЛ Нам надо вот этот гамильтаниан засовывать в С-матрису, содержащую взаимодействие. И тогда в экспоненте рассматривается, вверху стоит вот это такое выражение. А, неизбавляя, неизбавляя резины бездарьи, которые мы перетишем, с учетом того, что здесь добавляется еще интегрирование поправления раз в С-матрису, с учетом того, что мы ввели электрон-фанонное взаимодействие, электрон-фанонное гамильтаниан в представлении взаимодействия для с-матрису. И теперь начинаем писать ряд теорий возмущений. Это случай электрон-фанонного взаимодействия. Давайте сперва займемся одной электронной функцией Грина. Gαβxx14. Посмотрим, как С-матрису, ее разложение, модифицирует функцию Грина. Так, из первого члена разложения, минус, дит. Это когда АТ сматывается, мы взяли просто единицу. Дальше. Следующий член разложения. Первая поправка ОГЭ. Выпишем там, минус И. Так, дальше. От разложения минус И до грамма минус плюс ДТ1. Т. Так, значит, надо взять это разведение, выполнить вот это по-русски. Ваши интеллекты. Так. Ну и поправка второго порядка. Так, значит, там минус И в квадрате на два факториала, это значит, минус на второе. Два интеллекты в неправильнике. Два интеллекты в неправильнике. Опять-таки связаны с деграммом. Ну и там дальше идёт третий порядок. Давайте поглядим вот на этот кусочек. Значит, вот этот кусочек, T, C, A, B, C, V, C, V, C, V, C, V, C, V, C, V, C. Значит, он был рационален чему? Значит, нам практически надо вот туда отставить операторы. Ну и регулированные давайте туда выкинем. Это значит, что по профессиональному T. Так, вот я вот тюрем оператору. Так, мы с вами должны перейти. Почему в районе едут результаты? Терри. Электронных операторов четыре. Терри. Два оператора разъединяя, два оператора разъединяя, все нормально. А вот в следующем порядке теории возмущения уже будет два фаномных оператора и там все в порядке. А в третьем порядке теории возмущения будут три фаномных оператора, опять ноль. Значит, когда мы строим ряд теории возмущения после эмальтонианно-электронного взаимодействия, все нечетные порядки будут давать ноль. Будут давать вклад только все поправки четкого порядка. Пропорциональные вот этому G квадрат, G четвертый, G шестой. Но никогда не будет ни в генериках, ни в кубических. Ну, значит, продолжаю я обратно свое равенство. Значит, вот этот у меня нечетный вылетел в ноль. Так, первый член взаимодействия дает просто нулевую функцию выделения G квадрата в байнах X и X. Так, этот вылетел в ноль. Ну и, значит, мне осталось разобраться, как выглядит попадавка того порядка. Значит, с учетом всех этих вылетелых вылетелых. Улетел в байнах X и X. И минус плюс минус 3,4 и 1, минус плюс минус 3,4 и 1,2. Так, давайте операторной часть начнем выписывать. Так, T. Операторы внешних концов. Три операторов, аспект 1,2,2,3. И X,1. Так, ну и еще надо здесь написать 3. Три операторов, аспект 1,2,3,3,4, и 2,3,4, и 1,2,3,4, и 1,2,3. Теперь надо вот через всех этих операторов, по знакам усоединения, делать свёртки. Ну вот, от фоновных операторов всегда будет получаться только что-то единственный вариант, так, от фоновного оператора один единственный вариант. Ну и шесть электронных операторов. Напишу так. Четыре варианта связок для электронных операторов. Ну вот, значит, я тогда по холоду его тут, значит, покомпактнее. Так, давайте в одном мешок вот это. Значит, что у меня будет? О, ребят, наверное, буду больше писать. Так, ладно. Лень писать, что времени мало, давайте начнем. Я символически написал, что у нас было четыре варианта спаривания этих операторов. Потом под интегралом сделаю еще взаимозамены х1 на х0. Ну и соответствующие там переставлю и спинного индекса поменяю. Спинного индекса тоже поменяю взаимозам. Дальше. Учту, что при такой перестановке, мы когда-то показали, что пульсная глина нулевая для фоновов, нам нуждают симметрии перестановки. Вообще-то результат всех этих стимуляций будет такой. Покладка второго порядка. Покладка второго порядка. Альфом, глина, 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 глина. И G квадрат, то есть вот я учту топологические эквивалентные диаграммы, когда я делаю такой домен, и G квадрат, то есть вот это, G квадрат, G квадрат, G квадрат, G квадрат, G квадрат. И G квадрат, так это будет. И G квадрат, выключить следующий камер. Альфом, глина, 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 глина. И глина, глина. И Ків. Альфом, глина, глина. И К mug해야 то…" Гл Профим здание... Так, ну и вот основного оператора. Вот я написал поправку, первую неисчезающую поправку. К функции Грина от электрон-фононного взаимодействия. Первую неисчезающую поправку. И теперь я сделаю следующую вещь. Давайте я вспомню, как выглядела первая неисчезающая поправка к электронной функции Грина от электронного взаимодействия. Вот это от электрон-фононного. А теперь вспоминаю результат, который мы получали. В прошлый раз белая неисчезающая поправка от электрон-электронного на электрон-фононного взаимодействия. И теперь надо будет так. Впишем этот старый петок. Грина от электронного взаимодействия. Впишем этот старый петок. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну что, казалось бы, давайте будем выздавать, здесь будет тогда функция эгоинарного режима B1, P, P, ну здесь будет стоять нулевой импульс передачи, анодная функция, а здесь будет стоять, что здесь будет стоять, P, P-U, P-U, значит, что, значит, у нас произойдет? Вот раньше такой волнистой линией у нас сопоставлялся такой форме образ, сейчас, значит, надо сопоставить минус IG квадрат D0. Вот чем, значит, соответствует этой форме. Здесь же, что у нас было? Минус IV0, значит, надо сопоставить минус IG квадрат D0. Ну, давайте вспомним, как выглядит функция гриба, не взаимодействующих фоносами. Мы ее получали, когда я начал рассказывать геограмму технику, и мы получили следующее выражение, что она выглядит вот так. Где энергия возбуждения невзаимодействующих фоносов, так. Скорость звука на адапт. При Q, равное нулю, обращается в ноль. Значит, D0, Q, равное нулю, это ноль. И хотя бы такую штуку нарисовать можем, она дает нам новый вклад при электронно-фононном взаимодействии. Горбально это рисуем, а потом смотрим, начинаем вас рисовать в другой вклад. И в результате все диаграммы, в которых появляется где-то передача, так сказать, появляется фононная функция гриба с нулевым импульсом взаимодействия данной модели взаимодействия с акустическими фононами, какие диаграммы выпадают. Ну вот выпадает вот эта диаграмма. Соответственно, во втором порядке у нас были бы такие диаграммы. У нас были бы вот такая диаграмма во втором порядке мы рисовали. Тоже. Вот здесь и здесь мы левой. Да. Еще такая диаграмма во втором порядке у нас была. П, П. Нулевой импульс передачи вылетает. Или диаграмма вот такая была. Тут вообще два нулевых импульса передачи. Ну, я думаю, что все диаграммы, будут выпадать. Значит, мы рассмотрели, как электронно-фономное взаимодействие влияет на какие надо диаграммы рисовать, чтобы учесть влияние электронно-фономного взаимодействия на электронную функцию гриба. Ну, скажем, если ограничиться наинейшей поправкой к теории возмущения, вот достаточно рассмотреть вот такую диаграмму. И фактически на этой диаграмме построена куча эффектов, связанных с электронно-фономным взаимодействием металла. Теперь, с другой стороны, электронно-фономное взаимодействие влияет на электроны. Ясно, что обратно электроны через электронно-фономное взаимодействие влияют на фононы. Поэтому, скажем, возьмем функцию грибина-фононов. В отсутствии взаимодействия эта вот функция живет, ну давайте напишем фономную функцию грибина и пожелим, что будет происходить. Значит, напоминаем, что фономная функция грибина D, X, Y и Vy, строится из двух оператов фононного поля. Исходно вот она пишется в Газинберговском представлении. Разве наберутся в Газинберговском представлении. Затем мы переходим к представлению взаимодействия. И появляется и осматривается. И мы должны брать при расписывании из матрицы только те вклады, которые отвечают связанным диаграммом, привязанным к вот этим танцевым точкам X1 и X2. Начинаем писать по порядку. Мы импульсим Т. Вот операторы концов, единица, минус И, H-интерверкшн. И, H-интерверкшн, T3, T3, минус плюс бесконечность. Начинаем писать эту матрицу. Минус одна, вторая, следующее, члено разложения. Я два раза пишу H-интерверкшн, T3, H-интерверкшн, T2, H-интерверкшн. Ну, давайте, два, что их надо пишу, T3. Вспоминаю, что наше переменянное взаимодействие веет следующую форму. Значит, имеется веет следующую форму, G, D, X-штрих. Вот наш переменянное взаимодействие. Ну, вот если взять вот эти члены забыть, это просто нулевая фономная функция говидности единичкой. Дальше, следующий член. Надо взять T-произведение в основном состоянии, вот это третьих двух операторов, и мельтонианное взаимодействие. Смотрим, что у нас будет. У нас под T-произведением будут стоять три оператора фонотного форма. Опять ноль. Опять ноль. Ясно, точно так же, как при расчете влияния электронно-фономного взаимодействия на электронную функцию грина, выпадали все нечетные порядки. И здесь тоже будут все нечетные порядки по взаимодействию вылетать. Значит, вот это вылетит. Следующий нечетный порядок будет пять операторов, тоже вылетит. Значит, не вылетит вот здесь, потому что здесь два оператора, и здесь два оператора, что на этом поле будут сидеть. А T-произведение, ну где заканчивается, там просто скобка у меня. А под T-произведением, как говорится, ну, так сказать... Все вместе? А, вот здесь. T-произведение действует на все операторы, стоящие после него. Ну, число этих операторов зависит от того, какие мы члены разрешения учитываем. Ну, значит, давайте поглядим на испаривание вот в этом члене взаимодействия. Значит, нам надо написать среднее T вот от такой группы. Первой не исчезающей поплавки будет у нас следующая группа операторов. Так. Ну, мы видим, здесь стоит 4 оператора фаномного поля и 4 оператора надо между собой связать фаномный и между собой связать электронный значит, я просто напишу результат, что получится если там еще учесть первое значение под интегралом дневных переменных интегрирования то это, значит, у меня получится такая вещества так 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 Вот, значит, один момент спёртки. И топологический, я их не возьму, а здесь не другой вариант, лёгкий. Так, так. Так, 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 так. Так, правильно. Так, так, так. Так. Так, что надо сделать, чтобы провести к нужному порядку и вскочку перестану. Дальше. Что надо дальше делать? И АТ, соответственно, даёт либо функцию граина паномов, либо функцию граина электронов. Ну, так и операцию, вот такая связь. В итоге, если вот все эти манипуляции учесть, наша первая неисчезающая поправка второго порядка будет быть исследующим образом. Так, поправка второго порядка. В итоге, возмущением, нечёртые клавиши вычитают, будет выглядеть так, минус и граина. Так, вот так, так. Соответственно, мы можем найти функцию граина. x1-1, x3-2, x3-2. Так, ну, нужно, наверное, по комбинации электронных ступинок. Так, ну, нужно, наверное, по комбинации электронных ступинок. Значит, здесь фактически стоит x3-1, x3-2, 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 x3-2. Вот, ну, теперь давайте нарисуем графически, как это все будет выглядеть. Давайте, значит, фановную функцию грена мы изображаем функтивной линией. Значит, давайте функцию грена с учетом взаимодействия изображать функтивной линии жирной. Значит, жирная и пунктивная линия равняется. Первый член фановная функция грена тонкая, значит, x1-2, x1-2. Этот вклад, который получается, когда ты с матрицы берешь единицу. Следующий поправка исчезает, значит, поправки второго порядка. Значит, вот это я рисую, вот эту диаграмму назову А, вот этот вклад на рисунок, вклад Б. Вклад на рисунок, вклад на рисунок, вклад на рисунок. И это, значит, это у меня вклад А и вклад Б. Ну и вот смотри, видим, здесь появилась какая-то странная разъединенная диаграмма. Формально она, так сказать, относится к классу связанных диаграмм, потому что все внутренние точки, то есть связаны с конечными, с концевыми начальствами. Но от начальной точки распространения до конечной не пройдешь нет хода. Ну и давайте, значит, вот эту диаграмму для типа Б, посмотрим, к чему она приводит. Так вот, я хочу показать сейчас, что эта диаграмма типа Б, она будет давать ноль. И вот эти диаграммы, когда в стартовой точке конечной не пройдешь, потому что здесь разъединенного, и вообще учитывать не надо. Так, давайте я запишу в явном виде вот выражение для диаграммы типа Б. Я напомню, что когда у нас появляется функция гамма с нулевым аргументом, это гамма гамма-1, гамма-1, мы ее можем просто сопоставлять и на плотность числа частиц. Поэтому вот эта диаграмма, вот этими нулевыми функциями гамма можно еще переписать так. Ну давайте вот это поправка второго порядка. Д, а диаграмма Б, х1, ноль, плюс b. Значит, минус и G квадрат, n0 в квадрате, dx, что и хотим, d0, x1, 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 x1. Но попробуем в явном виде вычислить хотя бы один из антимиралов, поскольку мы знаем, как выглядит нулевая функция грина невзаимодействующих фаннобы в координатном представлении. Считаем. Давайте рассчитаем. xx1 f1 на t0 f1. Так. Значит, это интеграл по пространственной координате и интеграл по времени. Четырехмерное интегрирование D0, которое зависит от R-R-3, R-R-3. Ну и вот, влезем в недра наших лекций, находим выражение для вот этой функции. И подставляем его сюда. Получается такое довольно длинное отражение, но мы не поделаем сколько у нас оно получилось. Ну, сумма по k, америка 0, k, на 2. Так. Интеграл по dt' Интеграл по объёму. Так. Дальше. Что у нас что там? Шёл набор экспонентов. Это функции. Т. Фи. К. Р-1. К. Минус. Р-1. Штарик. Так. Минус. Омега 0, k. Т. Т. Минус. Р-1. Штарик. Так. Комплекс настройжённая экспонента на вот такую статенчатую функцию. Минус. Минус. Т. Переходил. Ну. Смотрите. Теперь мы можем проинтегрировать по r-3. Что от r-3? Только экспонентом. Что у нас будет от р-3? Что у нас будет от р-3 интегрирования? Вот у нас от r-3 только экспонентом. И надо брать на то интегрирование. В. r-3. 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 Ну. Господа Теоретичи. Мой этот интегрирование. Р-3. Р-3. Смотрите. 1. Если экспонент так... надо здесь... Не... Да. Можно только предъёмки. 1. Если кран меняется в нош点 на частоте. Так, каким это ведет дальше следствие? Значит, у нас после интегрирования по этому появляется где-то такая ноль. А здесь стоит сумма пока умноженная на энергия возбуждения фонона. Но мы знаем, что звук при нулевом волновом векторе правильный люк. Потому что это значит мерка 0k и скорость звука на волновой векторе. Значит, наш вот этот интеграл равняется в люк. Значит, вот эта диаграмма, где образовались такие разомкнутые концы, если проинтегрировать, она волновой возвращается в ноль. Следовательно, все такие диаграммы не надо учитывать. Поэтому первая неисчезающая поправка первая неисчезающая поправка к фономной функции Грина имеет в координатном пространстве следующее вид. Рисую первую неисчезающую поправку. Еще раз. Первая неисчезающая поправка. Я ее сейчас рисовал еще раз. Смотрите, так. x1, x2. Вот эта диаграмма, то, что я называл. Значит, здесь стоит функция Грина g0, x3, 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 x3. Первая неисчезающая поправка. Ну, так сказать, подобавшей легко сообразить, как графически будут выглядеть поправки следующего порядка. К фономной функции Грина по антиролу фономного взаимодействия. Я, значит, могу сказать, что в следующем порядке когда, значит, следующий порядок должен содержать вот четыре таких точки, четыре пляпы, можно придумать следующие диаграммы. Следующий порядок неисчезающий. Так. x1, x2. Промежуточные точки обзывайте по своему усмотрению. можно придумать. Можно придумать такую диаграмму. так. Ну и еще. 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 Я сформулирую общие правила поправки второго порядка в координатного представления для электронной и фономной функции Грина. Вот электрон фономного взаимодействия. Первый. Ну, первый. Существует поправки только порядка два лета. только все четные. Так вот. В порядке два N. Надо придумать два N вершин, связанных с внешними концами, связанных с внешними концами и топологически неэквивалентными. И при этом, конечно, не должно быть геограмм с разъединенными концами, для кого сейчас должно быть очень дальше. Так. Каждой сплошной линией сопоставляем G, 0, альфа, бета, а соответственно, минусы расставили и х штрик. Пунктивной линией сопоставляем D, 0, и х штрик. Третья. Интеграл по всем внутренним вершинам, интеграл по всем внутренним вершинам, координатам, просто разный четырех рядов. И, значит, и сумма по спиновым индексам. Ну и четвертое, что надо будет. Четвертое, дополнительный множитель. Дополнительный множитель G, степени 2n, минус единица, альфа, число замкнутых электронных петель, число замкнутых электронных петель из сплошных линий. И еще один, 7n, м. Ну вот, скажем, вот если смотреть здесь, на этой диаграмме будет, вот, в следующем порядке у нас две замкнутые электронные петли. А в том порядке, которое у меня, скажем, не исчезало, я помню, на фонус единицы. Вот одна замкнутые электронные петли. Здесь две замкнутые электронные петли. Здесь тоже одна замкнутые электронные петли. Это для координатного пространства. Ну, а теперь, значит, что? Ну, давайте к импульсному пространству перейдем. Просто давайте возьмем первую неисчезающую поплавку фанонной функции глины, фоксидин, как она будет выглядеть в выпуске? фоксидин. Она будет выглядеть вот так. Вот это первая неисчезающая поплавка фанонной функции глина. Значит, входит фанонная функция глина с импульсом Q, выходит фанонная функция глина с импульсом Q. Оконшение давайте возьмем закон сохранения. здесь ГЭ0 Выкрируем ГЭ0 здесь ГЭ0 А здесь ГЭ0 и ГЭ 2 Так, как формулируется, в импульсном пространстве ответки все вывести, значит, сплошной линией сопоставляется В функтивной линии сопоставляется нулевая функция ответки на Z0, так, вот это первое, второй пункт. По внутренним независимым импульсам интегрирования вот у меня, значит, независимый импульс, здесь K, на этой диаграмме интегрирование по импульсу K принципов это 24-й. Вот, дальше. Ну и, конечно, суммирование по, выводим по спиновым индексам, так, третье, то есть четвертое замечание, значит, ну, результат надо умножить на G квадрат 2N и здесь, в видении K, в видении соединиться на F. F число замкнутых электронных петель. Ну и вот, давайте запишем выражение, вот для этой, значит, поправки по этим правилам. Вот, давайте я напишу выражение аналитическое. Вот эта поправка есть минус 2, так, D0U в квадрате, G2I, D4K на 2Pi четвертый, так, и две функции, там, где иначе электронные петель. Ну, единственный вопрос, откуда здесь двойка? Дело в том, что, когда мы подставляем диагональному спиновым индексам. И что у нас в этой петле получается? В этой петле, скажем, ну, вот, обозначим гамма-1 гамма, а дальше скажем, гамма-1. Значит, в петле у нас стоит дельта гамма-1 гамма на дельта гамма-1. Суммирование по повторяющимся индексам, давайте в явном виде выкису, что это суммирование. Проводим суммирование по гамма-1, возникает сумма по гамма от единички. Единичка в двухмерном пространстве, это у меня вот, в двум состоянии, это дельта гамма-2. Все, ребята, сегодня. Все.